Россия не пойдет по пути самоизоляции, об этом сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что страна планирует расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. По словам Путина, несмотря на санкции стран ЕС, Россия будет искать более перспективных партнеров в быстрорастущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Он отметил, что за 9 месяцев текущего года экспорт нефти в страны-партнеры России увеличился почти на четверть. Реализация таких проектов, как Кавыгтинское месторождение, Силы Сибири-2, Дальневосточный маршрут позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 году – до 88 миллиардов. Фактически, это более 60% поставок газа на Запад в прошлом году. В свою очередь, новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 миллиардов кубометров, что также поможет расширить географию экспорта. Путин заявил, что Россия не будет занимать деньги у других стран. По его словам, благодаря крепкому платежному балансу займы не понадобятся. Глава Кремля назвал российский рубль одной из самых сильных валют мира. Помимо этого, президент России обозначил планы для страны на следующий год. По его словам, улучшение жилищных условий граждан – один из приоритетов. Также Путин поручил Кабмину в начале следующего года подготовить меры, чтобы повысить резкое снижение рождаемости. К нашему эфиру присоединяется российский предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко. Дмитрий, доброе утро. Доброе. На ваш взгляд, насколько тезисы социальной оценки экономической ситуации, которые дал Владимир Путин, соответствуют действительности? В данном случае они фундаментально не противоречат тому, что, как говорится, он же рассказал о том, что в каком-то году мы поставим, и это достигнет 60%, это увеличит на 40%. Он рассказал о потенциальных планах, которые могут сбыться, а могут и не сбыться. Поэтому в данном случае это не столько оценка действующей экономики, а это некие такие прогнозы, которые могут сбыться, могут и не сбыться. И будут они сбываться, и зависит это исключительно от тех самых партнеров. Это же прожекты. Поэтому в данном случае это не столько про оценки, сколько про хотелки. Но в то же время были названы ведь и конкретные какие-то цифры. Например, в 2022 году, по данным Путина, импорт российских товаров в Евросоюз вырос в полтора раза, а экспорт в Россию на 42%. Да, здесь только не надо забывать, что это первый эффект низкой базы ковидного времени, раз, и рост цен на все энергоносители, два. И, соответственно, если пересчитать и не упоминать, какие товары, то в целом, как говорится, игра с калькулятором, она вообще очень увлекательная. В ней можно все, что угодно предположить, поскольку основной экспорт Российской Федерации – это, в первую очередь, углеводороды. И с учетом того, что, ну, тут, если бы уж мы рассматривали реально, и была длинная спичь, и надо было бы обсуждать все до запятой, то то, что поставляется, например, через Индию, Китай, частично Тегеран, оно тоже носит след российских денег. Ну, вот вы тут приводили примеры экономической помощи, а я регулярно говорю, что за то же время, за 9 месяцев, Евросоюз, в общем, выплатил Российской Федерации порядка 200 миллиардов долларов за углеводород. Поэтому, в общем, фундаментально понятно, откуда берутся эти цифры. Объем поставляется меньше, а цена была на все это больше. Поэтому и рост происходит. А в товарных единицах, если было бы приведено, то напрямую было бы поставлено меньше. А вот через прокладки в виде Китая, Индии, Турции было бы поставлено тоже меньше, но в деньгах все равно больше. Аналитики улучшили прогноз ВВП России. Спад будет, они считают, на 4,5%, а не на почти 9%, как раньше прогнозировалось. Как вы считаете, чем это обусловлено? Высокой ценой на энергоносители и в том, что, как ни в себя, те страны, которые я привел, это именно 4 страны в зависимости от, соответственно, баланса. Это Индия, Турция, Китай, соответственно, Иран, которые закупают и потом впоследствии перепродают те или иные товары в Евросоюз или в Соединенные Штаты. Так что, в общем, понятно, почему в том числе это относится. Ну, вот вы сейчас недавно упоминали о наложенных так называемых санкциях. Я уже говорил, что после шестого пакета идут пакеты с пакетами, потому что накладываются санкции, кроме норильского никеля. Потому что наложить на норильский никель, например, санкции, а это основной актив Владимира Потанина, технически не получится, потому что это вызовет мировой коллапс. А накладываются, скажем так, на человека, на его супругу, на управляшку, которая фундаментально не принимает участия в каких-то внешнеторговых сделках. Поэтому за счет этого и возникает такая непонятка в цифрах. Количество санкций увеличивается, экономика не просто живет, а что-то еще там из себя производит и выпускает. Получается такая картина, по крайней мере, со слов Путина о том, что, допустим, смять экономику России не получилось. Рубль – одна из самых крепких валют мира. Что вообще чуть ли не можем говорить о том, что война сейчас пошла на пользу российской экономики. Действительно ли экономика России сейчас может дать какой-то рост в ближайшей перспективе, переориентировав просто свои рынки и потребности Запада в другом направлении? Ну, война, конечно, не дала никакого плюса по причине того, что в этом году, если бы не было войны, то экономика России выросла бы на 2%. А поскольку даже то, что мы сейчас обсуждаем, это действительно там никаких не 9%, которые обсуждались вначале, но это все равно падение порядка на 5%, то суммарное падение порядка на 7%. Возможно ли полностью переориентировать? Нет, конечно, невозможно полностью переориентироваться. Но при этом не надо скидывать со счетов, что экономика по-прежнему, и она останется, как бы ни развивались события на поле боя, очень крупной, очень интегрированной в мировую экономику, от которой зависит очень много кто. И она будет идти по деградационному, такому ступенчатому пути. Собственно говоря, в первую очередь самая большая проблема для российской экономики – это технологическая деградация. Обычный житель России, в общем, практически это никогда не почувствует, по причине того, что реально располагаемые доходы падают как минимум 10 лет, то есть задолго до войны. В данном случае мы с вами четко видим, что война, я говорил уже во многих эфирах, она не очень дорого стоит. И, к сожалению, многие переоценивают влияние санкций, так называемых государственных, недооценивают так называемые санкции частные. Но в любом случае все это, в общем, никак не влияет на зону боевых действий. Но как вы считаете, может ли повлиять на экономику? Сейчас вот иммиграция российских граждан и участие в боевых действиях, все-таки мы можем говорить о каком-то снижении, прежде всего, человеческого потенциала? Нет, это бессмысленно, по причине того, что под ружьев официально даже эти цифры открыты, должно встать не менее 25 миллионов человек. И даже если мы проведем зрительные или умозрительные эксперименты, эти 25 миллионов человек просто исчезнут, то в России останется не менее 120 миллионов человек. Поэтому, подчеркиваю, количество и объемы территории, имущества и всего остального, в общем, крайне значительно. Потенциально, даже если то, что говорит залужный, и под ружьев станет не 25 миллионов, а миллион 200, да, это будет, опять-таки, подчеркиваю, это будет деградационная модель. Она будет развиваться. Хорошо, о количественных потерях можем не говорить. Можем ли говорить, например, о качественных? Недавно была информация, что 66% сейчас нового жилья, которое сдают в эксплуатацию, стоит пустым. В общем-то, девелоперы объясняют это тем, что это сейчас некому покупать, и в том числе ссылается на то, что Россию покидают сейчас самые обеспеченные слои населения, которые не готовы, не хотят вкладывать, например, в недвижимость. Можем ли мы говорить действительно о потере какого-то качественного человеческого капитала? Ну, качественно-то уехало. Только на что оно влияет? Оно влияет на какие-то высокоинтеллектуальные сферы. Она сфера крайне примитивная, но я уж не говорю на ВПК или на сферы, ну, когда вы приводите пример, действительно у нас сейчас там стоит, и уже достаточно давно стоит, рынок недвижки, у нас стоит рынок продажи новых автомобилей, как таковой, он там носит характер такого спорадического, что называется. Только о чем это? Влияет ли опять-таки на ВПК? Нет, не влияет. Поэтому, да, девелоперы перезастроили, у нас раньше, в общем, было перезастроено, и основной потребитель был связан с получением ипотеки. Ипотека будет падать. Она, в общем, сейчас бессмысленна по любой ставке. Соответственно, что будет делать правительство? Оно будет реализовывать все это по социальным каким-то гарантиям и ежесним. Поэтому, ну, девелопмент рухнет. Есть три классические абсолютно, насколько это седьмой кризис уже, в Российской Федерации, как минимум, есть три отрасли, которые всегда используются для того, чтобы выпустить парт с рынка. Это девелоперские компании, которые банкротятся, страховые компании и банковские компании. Поэтому вот эти три сектора, которые будут откачивать тот негатив, который мы с вами сейчас на сегодняшний день наблюдаем. Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Потапенко, российский предприниматель и экономист, был у нас в эфире.